Приветствую вас, дорогая Церковь Божья, дорогие друзья, братья и сестры, все, кто сегодня пришел в Дом Божий. Мы будем начинать наше служение, и сегодня у нас особый день. Мы вновь будем вспоминать страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. И начиная служение, как всегда, прежде всего, мы обратимся к Господу, помолимся и попросим Его благословения, совершим молитву. Отче наш, мы, представь пред лицом Твоим святым, вновь, прежде всего, приходим к Тебе с благодарением, что благодать Твоя и милость обновились над землею. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты продлил нашу жизнь, что Ты вновь позволил прийти в Твой дом, поклониться святому имени Твоему и прославить Тебя. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты еще раз даешь нам возможность пройти туда на Голгофу, увидеть Тебя страдающим, распятым во искупление грехов наших. Слава Тебе! Иисус Христос, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты Сам посетил это служение. Господи, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты прикоснулся к каждому сердцу и приготовил нас слышать Слово Твое Святое. Господи, удобри сердечную почву нашу и помоги, чтобы семя Слова Твоего падало на добрую почву. Господь, я хочу просить Тебя, чтобы Ты благословил и приготовил нас внимать Твоим словам. Любящий Иисус, благослови хор и все те произведения, которые они будут петь, помоги, чтобы это касалось наших сердец. Благослови, Господи, наше общее пение, благослови программу, которая будет, благослови Слово проповедей, да будет это все во славу Твою и для нашего назидания. Господь, в особой мере мы хотим попросить Тебя, чтобы Ты благословил наших друзей, которые еще не примирились с Тобой. Работай и в их сердцах, помоги, чтобы и они могли увидеть любовь Твою, понять любовь Твою и обратиться к Тебе. Все это служение мы вверяем в Твои любящие и святые руки. Прибудь с нами и благослови нас, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У Христа, у Христа, у Христа, у Христа, честь Твоя и слава, аминь. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! истекающего кровью, и один из разбойников, говорящий, «Ты же Сын Божий! Ты спаси себя и нас! Ты имеешь силу на это!» Все это можно представить, и конечный результат для чего? Зачем это все нужно было? И мы падаем ниц пред Господом, потому что ответ мы знаем за Тебя, за меня, за всех нас, дорогие друзья. Иисус Христос умер, пострадал. И сегодня Он предлагает выйти за стан. Всякое слово, оно имеет значение. Я бы хотел сегодня проверить каждый, чтобы из нас проверил, вышел ли я за стан или еще нет. Сегодня к этому месту прикованы миллионы людей, Голгофи. И не только миллионы людей, но и вся Вселенная, небожители, силы зла, которые также направляют свой взор туда. Иисус Христос говорит через апостола Павла сегодня к нам, ко мне, чтобы мы не просто взошли, вышли за стан, взошли на Голгофу, побыли там и снова возвратились назад. Нет, Он желает, чтобы мы там постоянно пребывали. Если мы вернемся назад, поблекнет образ и портрет распятого в наших мыслях. Мы поем гимн такой. Забуду ли никогда в саду молившегося Христа, святого Агнца? Друзья дорогие, сегодня апостол Павел предлагает нам, чтобы мы помыслили о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Лишь только там, за станом, мы можем увидеть себя самого гораздо лучше, увидеть больше своих ошибок. Лишь только там, за станом, на Голгофе, мы можем увидеть и зажечься той любовью к служению к нашему Господу. И лишь только там, за станом, на Голгофе, мы можем почерпать силы для борьбы над грехом, силу для побед в Господе Иисусе Христе. Лишь только там. И второй вопрос, который Он здесь же задает, для чего выйти нам за стан? Зачем? И здесь же Он отвечает, чтобы носить Его поругание. Друзья дорогие, это кажется, на первый взгляд, ну, что-то такое не совсем приятное, носить поругание кого-то. Но, дорогие друзья, это почетное и ответственное дело. Вспомните наших отцов, дедов, которые несли эти поругания. И они с честью и достоинством пронесли это. Многих из них сажали в тюрьмы, отправляли на Соловки, в тюрьмы, в ссылки. Лишали материнства, детей. И об этом трудно говорить. Но еще труднее нести это поругание было нашим братьям и сестрам. Сегодня Господь желает, чтобы мы с вами несли это поругание Иисуса Христа. И Слово Божье нам говорит, и всякий, желающий жить благочестиво, он будет гоним. Вы скажете, мы живем в настоящее время, когда никто нас не гонит, когда мы имеем полную свободу. Но, дорогие друзья, это еще сложнее бывает для нас с вами, когда все называют себя номинальными христианами, верующими людьми. И когда они говорят, вот нам можно, а тебе нельзя. Или наоборот. Вот здесь и мы чувствуем себя неуютно, и мы терпим поношение Христова. Пусть Господь благословит нас сегодня. Я хотел бы задать всем нам вопрос перед тем, как мы будем молиться. Где мы есть сегодня? Где мы были вчера и третьего дня? Если на Голгофе, если за Станом, то это хорошее время для нас. Если мы где-то в другом месте, то сегодня есть время еще для нас, для каждого из нас порассуждать и в молитве, быть может, сокрушение пред Господом, сказать ему это короткое слово прости. Мы помолимся Господу. Аминь. Боже милосердный, Боже праведный, пред Тобой мы стоим в этот час утренний с благодарностью за то, что Ты пострадал на кресте, умер за нас и воскрес. Слава Тебе за это, Господи! И дай нам сегодня взойти на Голгофу, увидеть Тебя вновь и вновь распятого, Господи! И дай нам всегда размышлять об этом. И тогда мы будем сильные в Тебе. Благослови каждого, кто пришел с тяжелой ношей в сердце Своем, кто испытывает тесноту души Своей от различных переживаний, Господи! Я прошу Тебя за таковых Ты освободи. Дай им найти мир и покой у Тебя. Лишь только Ты это можешь сделать. Благослови и коснись таковых сердец. Благослови весь ход этого служения. Дай народу Твоему, детям Твоим, протянуть руку не в осуждение, но чтобы было приобщение к телу Твоему, к славе Твоей, чтобы мы имели силу в этом от Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Наш Небесный Отец, мы от всего сердца благодарим Тебя за этот особый день в нашей жизни, что Ты разрешил нам сегодня быть в церкви, быть на преломлении. И сейчас, Господь, предстоит это материальное служение. Мы просим Твоего благословения. Помоги. И благостави, Господь, это приношение святых, чтобы они послужили на благословении и развитии нашей церкви. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Грады Христа, Сила Тожья, Живого Моя, Радоценной, Грады Христа. Хочешь ли гордость и страх улыбить, И сила крови, Грады Христа? Хочешь ли гордость и страх улыбить, И сила небо крови, Сила Тожья, Животворная, Грады Христа? Сила Тожья, Животворная, Грады Христа? Хочешь ли гордость и страх улыбить, Сила Божья, Животворная, Грады Целой, Грады Христа? Хочешь ли гордость и страх улыбить, И сила крови, Грады Христа? Жизнь и устами Иисуса хворить, И сила небо крови, Сила Божья, Животворная, Грады Христа? Хочешь ли гордость и страх улыбить, Сила Божья, Животворная, Грады Целой, Грады Христа? Кровь с креста еще стекает, Не застыла до конца, Безутешно мать рыдает, Сын мой, сынок мой у креста. Я тебя, мой сын, растила, Я тебя ждала, Чья же сын мой, злая сила, Забрала тебя. Я тебя, мой сын, растила, Я тебя ждала, Чья же сын мой, злая сила, Забрала тебя. И с любовью во взоре К матери родной Он сказал, Туское горе, Мама, Разлучай нас с тобой. Люди всей земли огромной Ждали этот миг, Чтобы смертью позорной Искупил я их. Люди всей земли огромной Ждали этот миг, Чтобы смертью позорной Искупил я их. Умираю, но с любовью Думаю о тех, Кто, омывшись, Моей кровью станет Чисть белее, чем снег. Всякий, кто в меня поверит, Приходи ко мне, Я открою в небо двери, Заберу к себе. Кровь с креста Еще стекает, Много лет с тех пор пройдет Тот поток, что исцеляет Жив, И жив сегодня тот, Кто грехи твои прощает И спасет тебя. Кровь с креста Еще стекает, Приходи сюда. Грехи твои прощает И спасет тебя. Кровь с креста Еще стекает, Приходи сюда. Голгофа Голгофа Последний этап Великих христовых страданий. Вот ложит на крест Его римский солдат, Снимая хитон его тканый. Приставлены гвозди, Удар молотка, И алая кровь Заструилась. Но грубое сердце у плача Не дрогнуло, Не прослезилось. Он дело свое Совершает Спокойно. Руки И ноги Христа Прибивает. Что это за жестокость? Что это за сердце, Что жалости Вовсе не знает? Вот Древо святое Устанавливают. И с распятым Христом Поднимают И Прочно его На вершине холма Пред взором людей Укрепляют. На смешке Хула, Клевета, Порицание Черным потоком Плывут, А он За креста На них Смотрит С любовью. Он хочет Сказать им За ваши грехи Я истекаю здесь Кровью, Чтоб вас От погибели Вечной спасти. Раскинувши руки, Как символ Желания Все человечество Ими обнять, Висит на кресте Эта жертва святая Для мира Всего Благодать. Вдруг Тьма Среди дня Всю Голгофу Объяло И Содрогнулась Земля И люди Услышали Вопль Иисуса Отец Мой Зачем Ты Оставил Меня? Отведавши Уксуса Желчью Он Молвил Свершилось То слово Победно Как клич Пронеслось И Сердце Святое Уж Больше Не Билось Умер Казненный Христос За Тебя И Меня Аминь Мир вам, братья и сестры Господь дал нам еще одну возможность быть в Доме Его и хотел бы чтобы вы могли открыть Евангелие Теана 6 главу и я буду читать большой отрывок поэтому очень просил бы чтобы кто взял с собой Библию откройте Евангелие Иоанна 6 глава это большой текст и хотел бы чтобы мы очень внимательны были когда мы будем читать его 6 глава с 27 стиха до конца старайтесь не о пищи тленной но о пище пребывающей в жизнь вечную которую даст вам Сын Человеческий ибо на нем положил печать свою Отец Бог и так сказали ему что нам делать чтобы творить дела Божьи Иисус сказал им в ответ вот дело Божье чтобы вы веровали в того кого Он послал на это сказали ему какое ты дашь знамение чтобы мы увидели и поверили тебе что ты делаешь отцы наши ели ману в пустыне как написано хлеб с неба дал им есть Иисус же сказал им истинно истинно говорю вам не Моисей дал вам хлеб с неба а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес ибо хлеб Божий есть тот который сходит с небес и дает жизнь миру на это сказали ему Господи подавай нам всегда такой хлеб Иисус же сказал им я есть хлеб жизни приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда но я сказал вам что вы и видели и не веруете все что дает мне Отец ко мне придет и приходящего ко мне не изгоню вон ибо я сошел с небес не для того чтобы творить волю мою но волю пославшего меня Отца воля же пославшего меня Отца есть та чтобы из того что он мне дал ничего не погубить но все то воскресить в последний день воля пославшего меня есть та чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день возраптали на него иудеи за то что он сказал я есть хлеб жизнь хлеб шедший с небес и говорили не Иисус ли это сын Иосифа которого отца и мать мы знаем как же говорит он я сошел с небес Иисус сказал им в ответ не ропщите между собою никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец пославший меня и я воскрешу его в последний день у пророков написано и будут все научены Богом всякий слышавший от Отца и научившийся приходит ко мне это не то чтобы кто видел Отца кроме того кто есть от Бога Он видел Отца истинно истинно говорю вам верующий в Меня имеет жизнь вечную я есть хлеб жизни отцы ваши ели ману в пустыне и умерли хлеб же сходящий с небес таков что ядущий его не умрет вовек я хлеб живой сшедший с небес ядущий хлеб сей будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть Моя которую я дам за жизнь мира тогда иудеи стали спорить между собой и говоря как он может дать нам есть плоть свою Иисус же сказал истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день ибо плоть Моя истинно есть пища и кровь Моя истинно есть питье ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне и Я в Нем как послал Меня живой Отец и Я живу Отцом так ядущий Меня жить будет Мною сей то есть хлеб сшедший с небес не так как отцы ваши ели ману и умерли ядущий хлеб сей жить будет вовек сие говорил Он в синагоге уча в Капернауме многие из учеников Его слыша то говорили какие странные слова кто может это слышать но Иисус зная сам в себе что ученики Его ропщут на то сказал им это ли соблазняет вас что же если увидите Сына Человеческого восходящего туда где был прежде дух животворит плоть не пользует немало слова которые говорю я вам суть дух и жизнь но есть из вас некоторые неверующие ибо Иисус от начала знал кто суть неверующая и кто предаст его и сказал для того то и говорил я вам что никто не может прийти ко мне если то не дано будет ему от отца моего с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним тогда Иисус сказал двенадцати не хотите ли и вы отойти Симон Петр отвечал ему господи кому нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни и мы уверовали и познали что ты Христос сын Бога живого Иисус отвечал им не двенадцать ли я ли вас избрал я но один из вас дьявол это говорил он об Иуде Симоневе Искариоте который ибо сей хотел предать его будучи один из двенадцати большой отрывок и я дома засекал почти пять минут только чтение одного отрывка братья и сестры знаете это был нелегкий день для Иисуса очень трудный надеюсь что когда я закончу проповедь не разойдутся так как от Иисуса разошлись но в тот день осталось двенадцать Иисус знал что будет в этот день знал чем закончится это и все равно говорил это вся шестая глава посвящена этой теме если вы возьмете эту шестую главу и посмотрите сколько раз говорится в этой главе о хлебе вот просто о хлебе или о пище и возьмете я взял стал подчеркивать мне было интересно сколько сколько в этой главе вся страница подчеркнула практически вся глава о хлебе речь знаете с чего началась эта история история началась с того что когда к Иисусу приходили много народа приходили у него была мысль у него была идея накормить их но он это не сказал и он сказал ученикам своим по-моему Филиппу он сказал в самом начале главы да Филиппу сказал где нам купить хлебов чтобы их накормить и Филипп сказал да им на 200 динариев не хватит чтобы хотя бы досталось каждому понемножку и вы помните что сделал Христос Андрей пришел и говорит у мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбы Иисус сказал что принесли благословил раздал наелись и что было чем закончилось наелись и еще осталось это чудо Христос совершил не просто так у него была идея дать им хороший урок не просто накормить их и показать что он может сделать чудо у него идея была урок дать им вы помните как они насытились осталось я себе просто сравнивал братья и сестры посмотрите интересно хлеб который Бог дает как он отличается от любого другого хлеба мирского хлеб который Бог дает не просто насыщает а насыщает так что еще и остается другими словами сколько бы мы не приходили к Богу сколько бы мы не брали этот хлеб мы никогда не вычерпаем все мы никогда не скажем все он закончился всегда будет много и еще и останется смотрите что мирской хлеб Филипп говорит 200 динариев и что хотя бы по чуть-чуть и то не хватит когда Бог дает хлеб и мысль у Христа была вот эта идея смотрите он удаляется они в этот же день они хотели когда он накормил их они что хотели они хотели его сделать царем они поняли что он что-то такое дает что по-настоящему насыщает вот это насыщение которое они наелись этим хлебом братья и сестры это не было какое-то ну такое виртуальное как мы говорим да какое-то ну такое психологическое что прошло время они поняли мы все равно голодные нет хлеб который не наели насытились на следующий день когда они стали его искать Иисус сказал вы ищите меня не потому что видели чудо а потому что что ели хлеб и насытились это интересно братья и сестры какая разница между тем что Христос говорит вы ищите меня не потому что видели чудо и ели хлеб и насытились какая разница разница вот в чем когда человек увидел в этом во всем что сделал Христос, увидел чудо, он смотрит на это другими глазами. Он смотрит на это как кто-то, кто может сделать это чудо. Он смотрит на это как на Бога, как на того, кто совершил это чудо, что это что-то особенное. А если они ищут просто, чтобы напитать свою плоть, то это совсем не тот, не тот принцип поиска. И когда они пришли, интересно, Христос оставил это на следующий день. Не в этот день Он их учил о хлебе, не в этот день Он всю вот эту, что мы историю прочитали, Он им сказал, когда Он совершил чудо, на следующий день. Когда они пришли, написано, искали Его, Он начал вот о чем. Он говорит, вы ищите Меня, не потому что ели хлеб и насытились, не потому что видели чудо, а потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, а о пище какой? Пребывающей в жизнь вечную. И здесь Он дает очень интересный урок на всю эту главу. Основная идея всего этого отрывка, что Иисус Христос есть хлеб жизни. Это самая важная часть. Знаете, братья и сестры, сегодня, когда мы вспоминаем смерть и страдания Христа, я знаю, что мы очень часто слышим этот текст, когда читается на вечерю, что мы должны есть и пить. Есть плоть Христа и пить кровь Его. Здесь в этом большом отрывке Господь Иисус Христос говорит, что кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, что? Не будет иметь жизни. Я задаю вопрос, что значит есть плоть и пить кровь Иисуса Христа? Что это значит? Это что-то такое непонятное? Или, может быть, мы думаем, что вот это участие в вечере, это и есть пить и есть кровь Его, и пить кровь Его. Это ли означает, когда мы участвуем в вечере, вот это здесь имел в виду Христос или что-то другое? Достаточно ли для того, чтобы иметь жизнь вечную, прийти на вечерю и поучаствовать, и взять хлеб, и взять глоток вина? Достаточно, чтобы иметь жизнь вечную? Это ли здесь имелось в виду? Посмотрите, что Христос говорит. Знаете, братья и сестры, идея была у Христа дать им очень серьезный урок. Когда Он говорит, посмотрите, когда Он говорит, что отцы ваши ели манну в пустыне, и что? И умерли. Вообще, интересное словосочетание, вы замечали? Ели, и что? И умерли. Они ели манну. Тот хлеб, который Бог давал им с небес, манная не помогла им. Они умерли, но это умерли, они как? Физически умерли? Или о чем речь идет? Посмотрите, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на 63 стих. Когда после этих всех слов, когда Христос сказал, что вы должны будете, что Я есм хлеб, сшедший с небес, Я истинный хлеб, который дает Бог, Я хлеб, который сошел и дает жизнь миру. Когда Он эти слова говорил, когда Он сказал, особенно когда сказал, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то вы не будете иметь жизни, после этого произошел спор. Они не поняли. Они говорили, что за странные слова, как можно это вообще принять, как можно это поверить, что это такое. И Христос говорит, посмотрите, 63 стих, это ключевой стих для понимания всего этого отрывка. 63 стих. Дух животворит, плоть не пользует немало. «Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь». Другими словами, то, что говорил Иисус Христос, то, что Он им сказал, это не означало буквально брать плоть Его и есть. Это духовное значение. Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. Это не означало, еще раз хочу сказать, братья и сестры, вот здесь немножко сложный отрывок этот. Это не означало кушать Его тело. Это не означало по-настоящему пить кровь Его. Это совершенно не это имел в виду Иисус. Он сказал слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь. Я хотел бы, чтобы мы вернулись чуть-чуть назад этого отрывка и посмотрели, что говорил Христос, когда имел в виду, чтобы есть плодь Его и пить кровь Его. 35 стих. Иисус сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда». Слышали этот стих, правда? Мы много раз его читали. Что это означает? Смотрите, приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать. Алкать – это значит, он не будет больше быть, не будет голодным. И жаждать – это он значит, не будет хотеть пить. Речь идет вот о чем. Что тот, кто приходит ко Христу, он получит что-то такое, что больше он не захочет кушать. Речь идет именно об Иисусе Христе. Другими словами, если прямо сказать, братья и сестры, что значит есть плодь Его и пить кровь Его? Просто-напросто веровать в Него. Веровать в Иисуса Христа – это означает есть плодь Его и пить кровь Его. Правильно ли, если мы скажем так, правильно ли будет это? Можно ли поверить в то, что Христос, говоря о том, чтобы есть плодь Его и пить кровь Его, хотел им сказать, чтобы они поверили в Него? Посмотрите, в этом отрывке, в большом отрывке, очень много раз говорится об этом. Очень много раз. В самом начале, смотрите, 29 стих, когда они пришли, чтобы искать Его, потому что ели хлеб и насытились, когда они спросили, что значит творить дела Божьи, посмотрите, Иисус, что им сказал ответ. Вот дело Божье, 29 стих, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Речь идет о веровании. Идея у Христа была, когда Он начал эту только мысль, чтобы они поверили, чтобы они приняли Его, верой приняли Его. Это самая важная мысль была, чтобы они поверили в Него. Посмотрите, 35 стих мы уже говорили, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать. Из этого стиха мы говорим о том, чтобы веровать, веровать и приходить к Иисусу Христу, это и есть получить пищу и питье. Посмотрите, следующий, 36 стих, «Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете». 40 стих, «Воля пославшего Меня Отца есть та, чтобы всякий видящий и верующий в Него имел жизнь вечную». Посмотрите, здесь переплетаются стихи, что вот именно о том, чтобы есть этот хлеб. Христос говорит, что вы, когда будете есть этот хлеб, когда вы возьмете этот хлеб, этот хлеб, кто будет кушать, он не умрет вовек. И здесь Он говорит, кто будет веровать в Меня, будет иметь жизнь вечную. 47 стих, еще раз смотрите, о том же самом, «Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Следующий стих, «Я есть хлеб жизни». Другими словами, кушать этот хлеб, это значит верою принять его, поверить в Него, принять это верою. И все. Да, это и все. Принять верою. А что нужно было принять верою? Когда Он дальше говорит, смотрите, братья и сестры, в следующих стихах, когда речь идет о том, чтобы есть плоть и пить кровь Его, почему-то Христос сначала говорит, что «Я есть хлеб жизни». Он говорит, «Я есть хлеб жизни», как одно целое, да? А потом говорит, кто будет есть плоть и пить кровь. Почему? В чем разница? Почему, братья и сестры, почему у нас на вечере чаши и хлеб отдельно стоят? Почему Христос не сделал что-то одно? Ну, почему бы в память о вечере не было что-то один, какой-то знак? Почему хлеб и вино отдельно? Потому что это символ смерти. Разделение тела и крови – это символ смерти, это знак смерти. И прежде всего, первое, во что они должны были поверить, что то тело, ту плоть, которую Он принял, Он во плоти, будучи Сыном Человеческим, будучи человеком, вот так стоявшим перед Ним, первое, во что они должны были поверить, это Бог, пришедший во плоти. Это Бог, который принял на Себя это тело. Это первое. И второе – кровь, которая будет проливаться. Кровь – это будет за их грехи, это жертва за их грехи. И это они должны были поверить. Они должны были это принять. Посмотрите, это настолько интересная мысль здесь. Посмотрите, что дальше, чем заканчивается это, ну так сказать, в конце этого отрывка, Христос говорит, но есть из вас некоторые неверующие, потому что Христос с самого начала знал, когда все ученики отошли, когда фарисеи или иудеи не поверили в Него, чем заканчивается эта история, братья и сестры. Знаете, чем эта история заканчивается? Эта история заканчивается интересной мыслью. Христос обращается к ученикам к 12 и говорит, а вы не хотите отойти? Что сказал Петр? Посмотрите, что Петр сказал. Симон Петр, послушайте, очень внимательно, братья и сестры, Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И глаголы – это что-то, что самое основное, это то, что глаголит, это то, что приносит жизнь вечную. Дальше смотрите. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого. Другими словами, они приняли этот хлеб. Они приняли этот хлеб. Посмотрите, начиная, вот еще раз хотел бы вернуться, братья и сестры, с самого начала, всю эту главу. Начиная с того, что Христос совершил чудо и накормил их хлебами, Он хотел просто-напросто показать, что для души, для вечной, бессмертной души, чтобы она могла жить, нужен хлеб, сходящий с небес. И Иисус Христос, придя на эту землю, придя на эту жертву, Он и есть настоящий хлеб. Он только единственный хлеб. Посмотрите, Он говорит в этой главе очень много раз о том, что истинный хлеб подает вам Отец Небесный с небес. Принимающий этот хлеб, кушающий этот хлеб, Он будет иметь жизнь вечную. Посмотрите, братья и сестры, интересно, что в этом, во всем Христос сказал, хотел просто сравнить. Вот так как вы тянетесь за вот этим хлебом земным, так как для этого тела необходим этот хлеб, чтобы жить, для души, душа ничем больше не напитается. Никаким другим хлебом, только самим Иисусом Христом. Только им самим. Другого пути совершенно нет. Знаете, братья и сестры, еще одно доказательство в том, что означает кушать тело и пить кровь Его, что это не физические, материальные вещи, а это веровать в Иисуса Христа или говорить. Посмотрите, когда мы читаем в первом послании к Орифинам, интересно, апостол Павел говорит, когда вы творите сие, что мы делаем? Смерть Господню возвещаете. Что это означает? Это означает, что мы же, если бы Павел сказал, когда вы делаете сие или творите сие, вы становитесь одной частью с Богом. Или через это вы получаете жизнь вечную. А, он говорит, смерть Господню возвещаете. Это означает, братья и сестры, вот эти знаки, которые мы принимаем, это не означает, что они ничего не значат, это святыня. Это святыня. В первую очередь они говорят о том, что мы приняли смерть и страдание Иисуса Христа, мы поверили в Него, мы приняли то, что Он совершил, и мы возвещаем Его смерть. Хлеб и вино, это возвещение Его смерти, что Он умер за нас. Знаете, что интересно, в этих главах, вот в этой главе, в этих стихах, когда Господь говорит, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь», несколько раз повторяет, «Ядущий мою кровь». Знаете, братья и сестры, я посмотрел, мне интересно было, почему Христос не сказал другими словами? Вот, ну, допустим, просто, кто хоть раз покушает, кто хоть раз примет, или, допустим, кто поверит, вы в этой главе не встретите это выражение. Что это означает? Слово «верующий» это означает «постоянно делающий». Верующий это означает «постоянно действующий». Ядущий это тот, кто постоянно кушает. Это не означает, что мы один раз поверили в Иисуса Христа, и этого достаточно. Нет, конечно. Это не означает, посмотрите, в Писании очень много раз говорится об этом. Если даже по-другому подумать, что Христос является хлебом, мы говорим, что Он есть хлеб живый, сшедший с небес. Мы говорим, откуда, как мы можем поверить? Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Читая Слово Божье, изучая Его, мы получаем веру. Это одна из частей кушать, кушать Его, принимать Его, есть Его. В Евангелии от Иоанна в первой главе вообще по-другому сказано, что Он есть Слово, вечное Слово. Если сказать, что Слово Божье, которое мы читаем, оно же и есть, это суть Иисуса Христа. Когда мы говорим об этом, братья и сестры, смысл кушать, это постоянное действие. Наша вера это не что-то, что мы один раз поверили, и этого достаточно. Вы знаете, сколько в нашей жизни иногда бывает моментов, когда мы поверили, мы приняли Иисуса Христа, потом проходит какое-то время, мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, мы понимаем, вот там у нас не хватило веры, вот там мы где-то не устояли, вот там что-то произошло с нами. Что это означает? Наша вера может слабевать, наша вера может падать, мы можем иногда ослабевать духовно, почему? Потому что не вкушаем постоянно. Братья и сестры, это не просто читать Писание. Если бы, если бы кушать, или, так сказать, ну, я образно говорю, да, кушать, или есть этот хлеб духовный, который есть Иисус Христос, если бы это просто было читать Писание, любой человек стал читать Писание, и все, он имеет жизнь вечную? Нет. Едущий, это имеется в виду соединяющийся, становящийся одно целое, как мы пищу принимаем, она входит и дает нам энергию нашему телу, то же самое духовная пища, принимая Иисуса Христа, быв с Ним в общении, это не просто даже только чтение Писания, это молитва, это наша жизнь с Ним. В этом отрывке, в этом тексте Писание говорит очень важные слова. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы все услышали, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будет иметь жизни. Это серьезное предупреждение. Это не просто я придумал, это Христос сказал, если вы не будете постоянно веровать, если вы не будете постоянно меня принимать, если вы не будете жить мною, вы не будете иметь жизни вечной. Братья и сестры, это процесс, это жизнь. Сегодня в мире, мир предлагает очень много разной пищи, но только один единственный, истинный хлеб, тот, который сходит с небес, тот хлеб, который дает жизнь миру, тот хлеб, который Бог Отец послал. Интересно, Христос говорит, как я живу отцом, так и верующий в меня будет жить мною, так и верующий в меня будет жить мною. Вы знаете, интересный вопрос, а мы живем им, братья и сестры? Мы живем им. Еще один очень хороший метод проверить, а вкушаю я его, кушаю ли я, питаюсь ли я этим хлебом, истинным хлебом? Знаете, очень хороший признак проверить. Хлеб, который не является Иисусом Христом, не тот, который дает Бог, не насыщает, не дает той сытости. Один, единственный хлеб, тот, который сшел с небес, он насыщает. Он насыщает, дает полное, настоящее насыщение. Это единственное, что насыщает нашу душу. Вы знаете, братья и сестры, мне кажется, что это все, что хотел сказать Христос в этой главе. Он хотел, вот в этой главе, знаете, ради вот этого стоило потерять многих. Он знал, что отойдут. Он знал, что иудеи соблазнятся. Он знал, что даже те ученики, которые ходили за ним, отойдут. Вы знаете, по-человечески это проигрыш. По-человечески это проигрыш. Он, Мессия, пришел на землю. Его мысли, Его идеи, чтобы поверили в Него. И Он, заранее зная, что то слово, которое Он скажет, отвернет многих, все равно говорит. Потому что ни одна другая пища, ничто другое не насыщает. Никакое поклонение. Вера во что-либо угодно, в кого-либо угодно, никогда не даст спасения. Только вера в Иисуса Христа, в Его жертву, в Его страдания, единственная вот эта вера дает жизнь. Потому что только Он является истинным, Божьим, небесным хлебом. Знаете, интересно, когда думал я о хлебе, мы здесь в Америке совершенно перестали ценить хлеб. Даже наоборот, мы стараемся, вот знаете, братья и сестры, вот если даже на столе хлеба не будет, мы порой даже можем и не заметить. Для некоторых все равно остается, еще хлеб очень большую роль играет, и некоторые не могут даже есть без хлеба. Но в большинстве своем мы привыкли кушать уже без хлеба. И я думаю, что когда мы говорим о хлебе физическом, как самом хлебе, и о хлебе духовном, можно было бы сказать не просто сам хлеб, а можно было бы сказать любая пища, которой мы питаем наше тело. Любая пища, которой мы питаем наше тело. Это есть пища для нашего тела. Но для нашей души, для нашей души единственная пища это есть Иисус Христос. Вообще интересно, в этой истории, когда Христос насыщал, еще один интересный очень момент. Когда он спросил Филиппа, чтобы накормить их, Филипп сказал, им недостаточно будет 200 динариев, чтобы хлеба купить. Хотя бы хлеба, хоть по чуть-чуть. Интересно, а Христос чем их накормил? Не просто же хлебом, правда? И хлеб, и рыба. Когда мы питаем нашу душу чем-либо угодно, но не словом, но не Иисусом, она может казаться очень приятной эта пища. Может быть, какие-то фильмы, может быть, какие-то истории, рассказы, может быть, какие-то разговоры, что нам очень нравится, что мы можем без конца говорить, может быть, что-то другое в нашей жизни, но ничто нас не сможет напитать так, как та пища, которую дает Иисус. Знаете, братья и сестры, интересно, об этих людях, которые пошли, и Христос накормил их. На следующий день они же то домой вернулись, они же вернулись домой. Ну что, дома кушать нечего было? Ну, они же прибежали на следующий день, потому что так, как они насытились вчера, дома не наедались, не наешься дома, так, как ели вчера. Кто хоть раз попробовал хлеб, который дает Бог, кто хоть раз его вкусил по-настоящему, никогда не променяет ни на что. И не надо зазывать его, не надо его тянуть, чтобы он пришел. Не нужно, нужно дать попробовать. И если он попробует хоть раз настоящий духовный хлеб, он будет бегать за ним. Он будет бегать, и что бы, какие слова бы Христос не сказал, как бы тяжело бы это не представлялось из себя, не важно, ты имеешь глаголы вечной жизни, я не оставлю тебя, я не покину тебя. Братья и сестры, тот, кто по-настоящему вкусил хлеб, какая бы трудность в жизни не была, какие бы страдания не пришли в нашу жизнь, что бы ни было, не оставит человек. Это нужно настолько быть совсем неразумным. Я понимаю, что люди есть, которые оставляют, есть, которые оставляют, но по-настоящему, если кто-то вкусил, если мы будем постоянно есть этот хлеб, мы поймем, что тот вкус, который дает Христос, то общение, которое мы имеем с Ним, ни с чем не сравнимо, что предлагает этот мир. даже близко невозможно получить то наслаждение, тот, не знаю, покой, то удовлетворение, которое мы получаем от Иисуса Христа. Братья и сестры, я хотел бы призвать всех нас, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем брать глоток вина и брать этот хлеб, понимать, что настоящий хлеб это Иисус Христос. Настоящее наше питание, настоящая наша духовная пища это сам Иисус. Это Иисус, который пришел на эту землю, оставил все, чтобы мы, чтобы наша душа имела единственный истинный хлеб, чтобы мы не умрили, чтобы мы получили жизнь вечную. Пусть благословит нас Господь в этом, братья и сестры. Иисус сказал, Я есть хлеб жизни. Он есть хлеб жизни. Он единственный истинный хлеб. Ничего больше в этом мире близко подобного нету. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, в это утро мы стоим у ног Твоих и приносим Тебе хвалу, честь и поклонение за то, что Ты по Своей великой милости, по Своей любви отдал Своего Сына. И Он есть единственный истинный хлеб для нас. Хлеб, который сходит с небес и дает жизнь миру. Хлеб, который питает нашу душу. Хлеб, который единственный и дает жизнь в жизнь вечную. Благослови нас, чтобы мы не только однажды поверив продолжили нашу жизнь жить так, как мы жили, но чтобы мы постоянно питались этим хлебом. Благослови нас, чтобы наша вера возрастала в Тебе. Благослови, чтобы наше общение, наши отношения были близки с Тобой всегда, Господи. Я очень прошу Тебя, благослови еще тех, кто не знает, не принял Тебя еще как истинного хлеба. Господи, благослови, чтобы они могли вкусить и испытать это, чтобы они могли поверить в то, что Ты совершил, страдания, смерть и воскресение за их грехи. Я очень прошу Тебя, благослови каждого из нас сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем прикасаться к этим святыням, благослови, чтобы мы это сделали достойно, рассуждая о том, что Ты совершил для нас, чтобы мы, Господи, могли не только участвовать в этой вечере, но постоянно напоминая сами себе, что это плоть Твоя и кровь Твоя, которую Ты отдал за жизнь мира. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено во всем этом служении. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иисус Христос в свою последнюю ночь, когда Он был с учениками, в ночь ареста, Он дал повеление об этой заповеди, и Он сказал о том значении, какое имеет исполнение этой заповеди. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы могли еще раз прочитать слова, которые говорят о том, что это для нас значит. Это наш традиционный текст, который мы всегда читаем из первого послания к Коринфянам, из 11 главы, и я буду читать с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. «Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтоб не быть осужденными с миром». Итак, Господь Иисус Христос, в ту ночь, в которую предан был, Он взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, ешьте это тело Мое, за вас ломимое». И сегодня мы уже очень много слышали о том, что Господь хочет, чтобы мы соединялись с Ним. Господь хочет, чтобы мы уповали на Него. И вы знаете, то, что мы сегодня совершаем вот эту вечерю, эту заповедь исполняем, это тоже показатель нашей веры. Это тоже показатель того, что мы уповаем на Слово Господа. Итак, я буду читать еще раз короткий текст о хлебе, и я предлагаю, чтобы мы могли выслушать его вставши. Затем мы будем молиться. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание». Совершим молитву. Отче наш, мы, представ пред Твоим святым лицом, еще раз сердечно благодарим Тебя, что Ты, Господи, по Твоей великой любви и милости совершил наше чудное искупление. Господи, так дорого мы достались Тебе, Твое тело, оно было ломимо, оно страдало ради нас, ради нашего спасения, ради нашего искупления. Слава Тебе, Господь! Господи, Ты дал установление об этой заповеди вечере Твоей. И сегодня мы исполняем эту заповедь, Господи, и в молитве мы просим, благослови этот хлеб, освети его, саделай его хлебом в вечере Твоей. И, Господь, я еще и еще раз прошу, мы много согрешаем, живя здесь, на этой земле. Прости нас, покрой любовью все, что было неугодно Тебе, и благослови наше участие в хлебе. Помоги, чтобы участие наше было не в осуждении, но во славу Твою и для укрепления нашего духовного. Во имя Иисуса Христа просим Тебя во всем этом. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И, возблагодарив, преломил. И, возблагодарив, преломил. И, возблагодарив, преломил. Звучит песня. 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 Звучит песня.